В минувшие выходные на земле Таманской объединились два торжества – празднование 224-й годовщины высадки черноморских казаков на Кубанские земли и Краевой фестиваль народного творчества «Легенды Тамани». В этом году оба события тесно переплелись и стали единым целым. 224 года назад к берегам Тамани причалили лодки запорожских казаков. Так началась история развития и процветания нынешней житницы России. В субботнее утро в станице Тамань выдалось оживленное. Со всех концов Кубани сюда съехались те, у кого отзывается в сердце историческое прошлое нашего края. Для кого слово «Родина», традиция, казачество, честь, вера – не пустые звуки, а священные символы народной преемственности, символы любви к отчизне и, конечно же, зеркало духовного и нравственного самосознания. Празднование годовщины со дня прибытия казаков-запорожцев на земли Тамани – это традиция, которую соблюдают не только воины кубанского казачьего войска, но и все, кто по природе казак. После торжественной части у памятника к монументу были возложены цветы и венки. После чего казачьи колонны и многочисленные гости отправились в этнографический комплекс «Атамань» – современное сердце казачьей культуры, где всех ждала яркая праздничная программа. Пока в этнической станице клубились курени, а коллективы из районов готовили щедрый прием гостям праздника, на скаковом поле Атамани продолжился конно-спортивный праздник. Его предварило яркое театрализованное представление легенды Тамани – сказ о казаке и голубе. На сцене выступили ведущие творческие коллективы. Они разыграли перед зрителями сценки из казачьей жизни. Официальный старт празднику дал губернатор Кубани Вениамин Кондратьев. Мы с вами сейчас находимся, наверное, на самом священном для казаков месте – Атамань. Здесь наша Родина, здесь наши истоки, здесь наши корни, здесь дышится до полной грудью, легко, свободно. В народе порой о казаке говорят, что он, как голубь, куда полетит, камень прибьется. Вот 224 года назад прибились казаки к этой земле и назвали ее своим домом. Тяжело было. Целену пахать, землю кубанскую и шашкой махать. Охранять, защищать ее приходилось. Но никогда не жаловались они на судьбу. Никогда. Праздничную программу продолжили зрелищные конные состязания. Скачки на призы губернатора Краснодарского края, атамана Кубанского казачьего войска, атаманов-отделов Кубанского казачьего войска. Гости также стали свидетелями зрелищных показательных выступлений конной и пешей групп, почетного караула казачьего войска. Они продемонстрировали мастерство в таких видах конной эквилибристики, как джигитовка, рубка лозы, упражнения с пиками, котельон, строевое дефиле. Атамань – настоящая казачья станица на Кубанской земле. Уголок прошлого, где традиции и культура, обычаи и дух казачества возродились и обрели свое истинное лицо. Радушный прием, особый колорит, удивительная атмосфера. Яркое солнце, чистое голубое небо и бескрайнее море, простирающиеся на многие километры, остаются яркой картинкой в памяти каждого гостя. В день проведения фестиваля атамань превращается в яркий кружевной платок. По улицам станицы двигаются брички с казаками и казачками. Отовсюду слышны песни. В каждом подворье гостей этнографического центра ждет радушный прием и, конечно, угощение. Именно здесь прошел самый большой ежегодный казачий фестиваль «Легенды Атамани». Открыл его краевой конкурс «Лучшая песня об Атамане», на котором выступили лучшие творческие коллективы из всех районов Кубани. Не оставила никого равнодушным и выставка народных мастеров «Живое ремесло», где каждый мог научиться самостоятельно создавать предметы быта казаков. Поскольку казаки считали, что голубь – это божья птица, которая Господа славит и приносит счастье, во всех куренях можно его увидеть, да и ни одного. А тем временем в каждом курене этнографического комплекса гостям показывали экспозиции народного творчества и ремесла, угощали блюдами кубанской кухни. На Атамань приехал и глава Славинского района Роман Сенеговский, главы сельских поселений. На подворье нашего куреня многочисленных гостей с самого утра встречали с традиционным кубанским радушием. Среди почетных гостей был губернатор Кубани Вениамин Кондратьев. Каждое подворье – произведение искусства и своего рода сплав тех традиций, которые присущи району края. Чем только не удивляли гостей Атамани. На территории подворья нашего куреня, к примеру, уголок рыбака, выложенный из камней большой осетр, украшал подворье. Славинский курень удивлял не только красотой, но и традиционным кубанским угощением. Готовится, как обычно, всегда по традиции. В каждой кухарке свой рецепт. Бочь мы готовим на старом затолченном сале с курицей, рыбу жарим, пирожки. Пирожки у нас будут тоже с картошкой пюре, которая затолчена также пережаренным луком на растительном масле. И капуста, как обычно, традиционно. Красоту, необычайность интерьера и гостеприимство славянского куреня отметили и гости этнографического центра. Доброжелательно заходим. С любой стороны они просто мне сказали, вы знаете, вы сошли с обратной стороны. Я говорю, правда? Вот здесь вот красивее. Вот, да. Никто не останавливает, наоборот, приглашает туда. Приходите, посмотрите. И там у нас еще интереснее. Я говорю, ну, понятное дело, с черного входа всегда не так уж красиво. Но здесь здорово. Печа ваша, которая оттуда пышет жаром, и видно, что хозяйки, конкретно все это вкусно, и очень все, что они приготовят своими руками. Это вообще просто замечательно. Молодцы. Первый раз я здесь вообще на Атамане. Мне очень нравится. Но больше всего мне понравились вот эти поделки. Честно, первый раз такое вижу. И очень вкусно пахнет. А тем временем вокруг центральной площади Майдан развернулся самый настоящий палаточный городок, где мастерицы всех районов края представляли свои работы. Любой желающий мог приобрести вещь, которая понравилась, и увезти с собой частичку кубанского быта на свою родную землю. Свои работы представили около ста мастеров народных художественных промыслов и ремесел со всей Кубани, в том числе и славянцы. В каждом корене словно с помощью машины времени можно было встретиться с прошлым наших предков. Красоту и необыкновенный шарм выставочного комплекса отметили все, кто приехал в этот день в Атамань. Особенно те, кто приехал из дальних российских городов. Они в восторге от такого гостеприимства и кубанского радушия. Мы приехали впервые в самим из Керчи. Как говорится, давно хотели приехать. Но впечатление первое очень хорошее. Я попала в хату, мы зашли к кузнецам в дом, и вот как будто бы у бабушки, там даже запах, полы, вообще, не описывая, знаете, слезы восторга. Вот счастье вообще передает. Вот на самом деле окунуешься в какое-то не наше время. Как меня лично очень нравятся казаки, казачки, наряды, песни, музыка, и вся обстановка очень такая веселая, доброжелательная. Желательно. Шашлыками пахнет кругом, очень вкусно. Нравится всё. В этнографическом центре «Атамань» наступил вечер. В 17.00 всех желающих пригласили в амфитеатр на открытом воздухе. Здесь начался большой праздничный концерт с участием профессиональных коллективов и солистов Краснодарского края. В воскресенье программа продолжил краевой фестиваль вареников. Делегации из разных районов Кубани представили свои вареничные истории. Тина Копачевская, Александр Косицын. Программа «События». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин